Еще один важный вариант, мы продолжаем работу, напоминаю, перемещение. Очень часто во время поединка, либо человек предпочитает работу с вторым номером, и так два вторых номера, ходят, потому что мы когда-то тоже начнем. Либо народ вязнет, то есть наносят атаку и завязает в ней. Чаще всего это происходит, я подошел, баш, и завяз здесь. Либо наоборот, два вторых номера, мы что-то ждем, у него ничего не получается. С целью, насколько возможно, это исправить, мы работаем сейчас через провокацию. Это всего лишь одно из упражнений. Выглядит следующим образом. Человек подставляет касание обязательно. Мы касаемся, и в этот момент сразу идет его контратака. На что мы выполняем все варианты защитных действий. То есть, вам разрыв дистанции, вам подтянули ногу, ушли в сторону. Барк в ротик. Барк в уклон. Барк за шагом. Барк подскок за шагом. И, соответственно, если он будет контратаковать с провалом, то ушли с цифрой. Следующим шагом, соответственно, мы уже, чтобы не вязнуть, после своей защиты выполняем контратак. То есть, бара cyp. В. После чего мы уже начинаем работать в более свободном варианте. То есть наша задача научиться спровоцировать и реагировать, не зависяя на одном месте. А по поводу перчаток, если ножа нет, более классиковый вариант, делаем свободный вариант с ножом. Скорость, сила увеличивается и дозируется по мере отработки навыков. Сразу работать в полную скорость, в полную силу, что ножом, что в перчатках смысла нет. Потому что акцент сместится тупо на руки. Повторюсь, приоритетом остается работа ногами. В любом случае после провокации мы должны перемещаться.